всем привет я хочу поделиться этим видео с теми кто собирается кто рассматривает отдых на занзибаре и конкретно рассматривал отель ken2 rocks мы стоим здесь с вами самом начале этого отеля при самом его входе вот ken2 rocks здесь ворота сразу выходите сразу магазинчики первые два магазинчика это со спиртным спиртного очень много темпом я могу вам показать на любой вкус и вино и коньяк все что хотите нам бы там вино где-то приблизительно стоит долларов 10 бутылка вот выходите с отеля сразу начну так видео чтобы потом уже зайти в отель значит здесь как таковой деревне нет чтобы прогуляться чтобы какие-то магазинчики здесь вот выходишь вот отель выходишь и идешь по этой дороге вот сразу фрукты но фруктов здесь в разных местах где-то наверное шесть таких лавочек по дороге вот есть папайя ананас ананас стоит один ананас доллар авокадо авокадо манго чили помидоры арбузы здесь делают сок сахарного тростника давят видите как он давит вот идете вот значит и вот так идете по улице и в конце этой улице заканчивается как бы вся жизнь я немножко пройду чтобы вам показать значит на этой улице где-то 6 может быть 5 ресторанчиков вот они так выглядят где вы можете покушать если у вас в отеле вы живете не по системе все включено вот здесь опять спиртное сигареты здесь мороженое коктейли вот кстати ценник но мы здесь никогда не кушали я вам сейчас специально покажу куда мы ходим кушать прекрасный отель прекрасный прекрасный бар очень все вкусно блюда очень большие можно наесться вот это отель gold zanzibar beach house and spa если отель кендворокс стоит 2 800 на 10 дней то отель gold zanzibar стоит ровно в два раза мы смотрели начиная с 5000 но мы разговаривали с людьми которые в этом отеле не сказали что кормят очень вкусно ну а пляже у нас рядышком вот так вот вы идете по дороге одна дорога одна с этой стороны забор с этой стороны вот еще фрукты вот таких вот будет маленьких ларечка в где-то штук шесть фрукты очень вкусные вот супермаркет и в супермаркете можно приобрести все необходимое даже нож мы здесь купили джамба вот очень хорошее средство шестидесятка у них значит для солнца ну чтобы не сгореть после солнца значит на основе алоэ джамба сэнки ай он ли видео вот здесь водичка есть ну все необходимое что нужно шампунь кто забыл вот крем этот очень хороший он густой очень и как намажется так он и остается поэтому значит стоит здесь его именно в этом супермаркете можно купить за 15 тысяч это их не их них денег вот он говорит 20 но мы покупали за 15 вот вот этот супермаркет суперман кен 2 мини маркет в общем вы проходите вот так до конца дороги это совершенно вот там она уже почти заканчивается вот ресторанчиков 5 вот вот в этом реста вот в этом баре за либан с мы кушаем здесь вот такие флаги я думаю что это какой-то ливанский ливанское кафе хозяин может быть ливанец какой-нибудь потому что здесь и блюд очень много ливанских и напротив вот такие вот две вывески ай лав зензибар ай лав варадеро очень очень советую вот этот вот бар за либан с а здесь большие блюда здесь ценники ценник самый дешевле чем во всех ресторанах потому что мы обошли их всех вот подают очень хорошо поэтому голодными не уйдете точно советую именно значит вот этот бар либан с вот мы сейчас мы направляемся направляемся с вами к нашему отелю вот так вот мы идем вот эта дорожка буквально 5-6 баров и заканчивается вся живая улица сейчас утро я специально вышла чтобы заснять вам утром потому что очень сильно жарко обязательно берите с собой такие тоненькие с длинным рукавом туники желательно с капюшоном можете даже в них плавать потому что сгораете моментально вот фрукты но кстати о у этого первое у этого в этом первом ларечки где сразу вот видите сразу отель здесь дороже всего фрукты а в самом последнем ларечки от на этой дороге где заканчивается уже все вот эти лавочки самые дешевые фрукты так что лучше пройти минут пять и вы купите самые дешевые и очень-очень вкусные вот мы зашли на территорию кендова здесь всегда сидит охрана и то что пишут нельзя проносить фрукты воду ник мы все каждый день все проносим вот здесь охрана и никто ничего нас еще никто не остановил конечно все в пакетах все у них красивые такие пакеты непрозрачные вот поэтому никто еще ничего нам не говорил значит сейчас мы с вами зайдем на ресепшен это территория уже отеля кендва рокс люди приезжают уезжают значит номера лучше всего брать под названием африка и арабиен это если не из дорогих там вот это кстати вот африка с этой стороны тоже самое арабиен это вот наверху такие балконы большие три арочки это относится к одному балкону где три арочки следующие три арочки это уже к другому номеру вот это арабиен это африка мы живем бронировали арабиен у нас поселили в африке и сказали что это за сейм одинаково и по мере по мере того как мы будем спускаться номера получается дороже вот там наверху чем выше тем дешевле вот наверху вообще вот там наверху там номера называются форест но но я слышала как люди говорили на пляже что там очень маленький номер даже для двоих он маленький а вот не очень условие есть всякие муравьи вот мы живем в африке африка и арабиен арабиа это одинаково вот арабиа вот мы начинаем спускаться вот арабиа и вот африка здесь большие номера достаточно большие вот кровать king size завешивается вся она вот есть диван есть кресло телевизор не телевизор правда он и не нужен потому что русских каналов нет и вот мы спускаемся и чем дальше мы спускаемся тем дороже становятся номера ну я не знаю у нас мне кажется и по цене получается хорошо африка и арабиа и по расположению мне тоже кажется нормально вот мы стоим смотрим на ресепшн и по бокам идет арабиа и африка дальше мы спускаемся и здесь уже вот название Индия вот видите Индия Йемен вот 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 это уже получается все дороже мне кажется овчинка выделки не стоит можете просто заказывать средний уровень это арабиа и африка и все будет очень очень хорошо хорошо вот мы спускаемся по лестнице к пляжу вот видите здесь вот такие названия названия Зимбабве это такие домики вот а здесь уже ближе к пляжу начинаются такие бунгало бунгало идут с джакузи вот бунгало с джакузи и бунгало с бассейном там пойду покажу где людей нет и бунгало с бассейном вот такие вот бунгало а люди как раз уезжают вот бунгало вот такие вот с бассейном и сразу выходите на пляж значит здесь вот таких бунгало один ну вот сколько домиков это все считается бунгало место самое интересное что место здесь очень много посмотрите сколько здесь можно было бы выстроить выставить лежаков и зонтов но предупреждаю сразу кому это интересно берите это на заметку то что занимать место здесь нужно хотя бы в 6 если вы придете в 6 утра вот я прихожу в 6 15 вот так как мое место немножко подальше от моря оно у меня еще свободное но те лежаки которые возле моря они уже они уже заняты в 6 утра 15 минут то есть это единственное место где я умышленно навожу будильник для того чтобы занять место на пляже поэтому предупреждаю сразу вот магазинчик на территории здесь один цены цены очень дорогие если вы будете на экскурсии в Стоунтауне и когда вас подведут к дому Фредди Меркури сразу же от дома Фредди Меркури прямо по этой же стороне где это дом сразу же заходите в переулочек вы увидите и там начинается значит торговые улочки на которые гид не водит но ценник там совершенно другой то есть если значит тут шлепанцы достаточно добротные красивые в африканском стиле стоят 20 долларов 25 долларов и цену они не снижают то там я эти шлепанцы значит купила себе за 9 долларов ну соответственно я торговалась и мы дошли до отметки 9 долларов поэтому только на той улице вы сможете купить какие-то магниты потому что здесь на всей территории магнит стоит 5 долларов ну это это просто смешно когда магнит он всегда стоил и стоит 1 доллар значит бассейн здесь маленький вот бассейн отеля кендварокс в зензибаре здесь практически никто никогда не плавает я то есть редко вижу вот только здесь какие-то значит африканцы или кто но даже европейцы это очень интересно даже европейцы здесь вот на зензибаре не плавают в бассейне потому что все идут к морю вот значит вот здесь ресторанчик так здесь завтрак и ужин на завтраке кто-то спросит какое разнообразие фруктов я вам отвечу что никакого иногда может быть лежать просто один порезанный ананас и все иногда может быть просто одна папайя и все иногда может быть сделан микс ананас арбуз и манго все вот вот это вот все фрукты то есть разнообразие фруктов вы здесь не увидите поэтому за территорией отеля очень хорошо покупать значит фрукты и то как я вам говорила не в первом не в первом киоске который сразу от отеля а пройдите немножко в конец а вообще мы вообще покупаем в самом конце дороги там очень хорошие цены и очень значит очень-очень вкусное все вот это пляж посмотрите сколько здесь места места очень много но лежаков и зонтиков настолько мало что я вообще никогда такого не видела вот поэтому для этого и занимается место в 6 утра надо вставать чтобы занимать место песочек очень хороший комфортный не нагревается вот значит по завтракам я сказала что разнообразие фруктов нет вот чай и кофе лимонад вода жареное яйцо за которым надо постоять в очереди и за омлетом сосиски блинчики вот блинчики вкусные домашние вот можно с маслом можно с вареньем можно с шоколадом один салат только из свежих овощей и что-то всегда тушеное из овощей одно блюдо тушеное вот ну в принципе на завтрак все только сосиска яйцо салат но голодным я не знаю мы всегда вроде бы наедаемся на завтраке разнообразия вроде бы кажется нету но все равно мы наедаемся значит там вот бар и ресторан покушать в обед что интересно что возле каждого зонтика значит есть кнопочка и ты эту кнопочку нажимаешь висит меню висит кнопочка кнопочку нажимаешь и к тебе приходит официант сегодня первый раз такая погода можно даже сказать мне повезло для видео когда солнышко в тучах все равно очень жарко очень жарко но вот снимаю и думаю что не загорю а может быть еще больше загорю может быть это и обманчиво вот значит лежаки старые матрасы тоже есть но матрасы совсем не первой свежести но это зензибар значит вечером я уже говорила вам мы ходим кушать в тот бар который я вам показывала специально на видео здесь можно кушать тоже у людей есть завтраки и ужины вот но мы здесь на ужин никогда не ходили мы здесь обедаем и хочу сказать что порции не очень большие вот и ценник намного выше чем на дороге за отелем вот видите люди лежат друг от друга далеко но лежаков очень мало почему рассматривают большинство этот отель из-за пляжа из-за воды то что море здесь практически не отходит я считала по метрам море где-то отходит на метров двенадцать это самое большое вот это пляж сейчас я вам его сниму пляж отеля кендва rocks вот видите пишет кендва rocks вот лежаки все заняты люди просто кладут полотенца в пять утра или во сколько не знаю но вот я прихожу в шесть 15 и здесь уже ближе к морю все занято вот вот это вот сейчас в это время во всех отелях в большинстве отелей Занзибара в это время отлив и практически вообще невозможно зайти в воду сейчас у нас тоже отлив вот сейчас отлив потому что вода вот здесь вот вы видите как отличается песок вот где мокрая вот сюда доходит вода на данный момент это отлив но вы прекрасно видите что при таком отливе как здесь можно купаться вот то есть почему выбирают этот отель только из-за того что здесь не так ощутимы эти отливы что хочу сказать по ежам ежи в воде есть вот где голубая прозрачная часть там практически вы их не найдете но если чуть-чуть вы заплыли уже где темная часть воды вы можете сразу напороться на ежа морского поэтому обязательно берите с собой морские тапочки вот маленькие детки они далеко не плавают поэтому им здесь при бережке здесь ежей нету вот видите где отличается цвет воды вот на этом расстоянии ежей нет а как только где уже начинает вот темная там начинаются водоросли и вот там они любители спрятаться вот это масаи но это не настоящие масаи они просто переодеваются шьют себе такую форму настоящие масаи здесь не ходят это обычные жители обычные ребята они просто шьют себе такую одежду вот обязательно берут палку в руку это их не такая достопримечательность в плане одежды как будто это масаи здесь сегодня уже какой-то ветерок прям вообще мне хорошо для видео вот видите они совершенно безобидные джамбо I'm fine Акуна Матата вот у них у всех джамбо у них у всех один ответ Акуна Матата жить им все улыбаются мне кажется у них нет ни зависти ни злости у них на все один ответ Акуна Матата вот это вот видите пишет Кендва Рокс вот это пляж Кендва Рокс это пляж Кендва Рокс сразу же за этим пляжем вот сразу же следующая территория это идет территория отеля что я вам говорила Голд Занзибар Beach House and Spa значит которые вы тоже можете посмотреть его в интернете если по значит деньгам вас это устраивает то мы с людьми были вместе на экскурсии с этого отеля они говорили что кормят прекрасно вот но этот отель получается ценник ровно в два раза дороже чем Кендва Рокс здесь пляжи видите совершенно одинаково даже у нас как Кендва Рокс тут более как-то оживленно вот ну эти ребята ходят продают браслеты всякие сумки на территории отеля их не пускают где лежаки поэтому они только вот на территории пляжа вот такие лодочки подплывают ездят на рыбалку очень много кто любит рыбалку можно даже с местными договориться вот вот потому что у гидов у гидов рыбалка стоит на всех вроде бы общая как вот лодку берешь вроде бы 200 долларов я точно не буду как бы ну вроде бы такая цена вот но с местными можно договориться и подешевле вот сейчас здесь отлив вот на данный момент в это время с утра до обеда здесь отлив вот видите здесь метро песок здесь вот море но на данный момент ну на данный момент здесь отлив вот видите и все равно людям хватает места хватает глубины поплавать поэтому почему выбирают кем дворокс именно из-за пляжа деткам очень хорошо ой ну сегодня такой ветерочек просто просто сказка деткам очень хорошо вот видите детки сейчас я вам покажу джамбо джамбо мне очень хорошо у них на все оконаматата и гуд гуд молодцы вот видите как раз солнышко спряталось потому что при солнышке вода просто сказочного цвета просто сказочного цвета она вот без солнца очень красивая, а с солнцем она просто сказочного цвета. Значит, здесь все, что носят на пляже, ценник дорогой, поэтому лучше на пляже ничего не покупать. Я вам еще говорила, где покупать. Возле, значит, дома Фредди Меркури и сразу же, заворачиваете в такую глубинку, в улицу такую, она торговая, но гиды про эту улицу не показывают. Они ведут в свой дорогущий магазин, он, по-моему, называется Мэморис, но магазин очень дорогущий, там цены, космические цены. Вот, если хотите что-то купить, а здесь ничего, ну вот местные продают здесь. местные продают здесь ананасы, ну, лучше выйти купить за территорию отеля. Вот такая прозрачная лодочка стоит 10 долларов в 20 минут. Покататься. Вот люди люди выходят с лодки. Не знаю, может быть, не знаю, с какого-то что-то заказывали, какой-то тур, потому что сейчас еще утро, они уже приехали. Не знаю, откуда они приехали. Вот, видите, как людно. Но, тем не менее, люди вон все равно покупают. Вот такие туники вон носят, продают. С капюшоном, тоненькие. У них, здесь они их продают за 20 долларов. И цену сбрасывать они не хотят. Но она не стоит никак 20 долларов. Если ее в Египте можно купить за 8, то здесь рука просто не поднимается. Отдать за нее 20 долларов. Но, тем не менее, люди их покупают. Многие даже не торгуются, я видела. Ну, у каждого, как говорится, свое. Это отель Sunset. Здесь мы иногда обедаем. Здесь очень вкусные коктейли, но очень медлительные официанты. Следующий отель после Sunset идет Zuri Zanzibar. Шикарнейший, конечно, отель, но он не на любой кошелек. Вода там тоже практически не отходит. Купаться можно в любое время дня. Видите, сейчас отлив. Вот, где песочек сухой и где песочек мокрый. Сейчас отлив, но, тем не менее, места хватает поплавать и в отлив. А когда прилив, то просто вообще, просто шикарно. То есть, я еще раз повторюсь, что люди выбирают Kendra Rocks, ну, конечно же, по цене, потому что можно же выбрать и Gold, Zanzibar, Beach House and Spa Hotel или Zuri Zanzibar. Вот, вода там тоже далеко не отходит. Но по более такой считается не бюджетный отель, это Kendra Rocks, если сравнивать его, конечно, с отелем Zuri Zanzibar и Gold Zanzibar. Вот, они не навязчивые эти ребята, вот, с удовольствием поговорят, но если я не хочу, то говорить о ней, то они уходят. Вот такие вот клиники, они продают за 20 долларов. Танюсенькая, с капюшончиком, с длинный рукав, вот белый держит. Давайте мы сейчас спросим. How much this? Yes. $25. С капюшоном. Please, I only look. How much you? No, thank you. Вот, вот вы сами слышали, что эта кофточка стоит, туника с капюшончиком, тонюсенькая, стоит 25 долларов. Вот, когда я за нее в Египте отдаю 8, то у меня просто не поднимается рука заплатить 25 долларов. Вот я еще раз вам показываю пляж. Посмотрите, зонт большой, лежаков тут можно даже 5 вместить, но занимать место нужно, если вот в самом начале возле моря, то до 6 утра. И это не преувеличение. Это так и есть. поэтому не знаю, кто, конечно, любит поспать, тому это невыгодно, потому что лежака точно вы нигде уже потом не найдете, а тем более зонт. Общее представление хотя бы кто интересуется и рассматривает отель Кендварокс, общее представление у вас есть. вот видите, под зонтами вот такие вот вот такие под зонтами кнопочки. Кнопочку нажимаешь и приходит официант. кстати, здесь есть полет на парашюте, значит, стоит 475 долларов, но здесь это пользуется спросом, не знаю, спросом у иностранцев, может, для них это дешево, потому что это очень высокая цена, мы говорили, мы согласимся за 200, так они смеются с нас, значит, сначала вы на таком кукурузничке вас поднимают в небо, вот, вы немного пролетаете, а потом, значит, с инструктором вас, вы прыгаете с парашюта и приземляетесь прямо вот в одной точке здесь вот на пляже, как бы приземления у них настолько красивые и профессиональные, то есть очень все это красивое визуально, пользуются спросом у молодежи, у иностранцев, но это очень дорого, я считаю, что это очень дорого, вот, еще раз вам показываю пляж отеля Кендва Рокс, бич отель, вот здесь вот проходит знаменитая фулл мун пати, вот эта сцена от фулл мун пати, она проходит в полнолуние один раз в месяц, расписание всегда есть в интернете, кому это интересно, здесь собирается, как раз вот мы сейчас были и было фулл мун пати, значит, здесь собирается огромное количество народа, человек 500, это точно, тут танцуют, поют акробаты, фаер-шоу, различные какие-то представления, потом идет дискотека, пьянство и до самого утра, то есть кому это интересно, раз в месяц вот эта сцена, здесь все наряжают, весь пляж наряжают в шарики, в огоньки, ну, как бы красиво все делают, ставят столы, стулья, все очень красиво, в общем, я вам показала хотя бы чайную ложечку видео отеля, Кенва Рокс в Занзибаре, сегодня 22 февраля, 22 год, дома холодно, вот, здесь первый день такой вот хороший ветерочек, слава богу, солнце сегодня за тучками, и мне удалось вам сделать это видео, вот, так что просматривайте, если будут какие-то вопросы, всегда буду рада вам ответить, вот, если есть желание, если рассматриваете Занзибар, я считаю, что один раз стоит здесь побывать и все это посмотреть своими глазами. Еще раз привет вам из отеля Кен Дворокс, 4 звезды, Занзибар. Редактор субтитров Корректор А. Субтитров А.